доброго времени суток леди и джентльмены я тут на днях изучал список популярных и популярных фреймов оружий как и многие другие наверно кто играет варфрейм и интересуется игрой ну и обнаружил что тринити является одним из самых непопулярных фреймов ну и на то как бы есть объективные причины ну и наверное конечно ее характеристики не позволяет ей быть популярным и плюс еще возможность обычно тринити фармить тоже как бы это вот мы сейчас находимся на вот этой локации локация хейтс на плутоне вот и фармится она очень нудно нужно взламывать вот эти роботы амбулас который очень напоминает мне роботов из серии игр metal gear чем-то не знаю наливает у меня такой вот что-то дежавю такое есть и долго очень сама миссия время занимает там босс файт не потому что сложно а потому что вот тут есть свои сложности наверное если новичком здесь играть но в целом сложности нет по времени в общем это очень занимает 10-12 минут ну поскольку мы не можем ускорить никакими способами этот таймер в общем приходится отстаивать вот эти волны по времени волны всего четыре с трех волнах идет по одному амбуласу в четвертой волне два амбуласа которые немного напрягают в общем сама сам босс файт не очень как бы интересный но уж напоминает просто оборону только такую немножко переделанную вот в чем еще проблема этой локации чтобы чтобы попасть на босс файт нужно фармить или самые как их как их называют навигационные маяки анима нужно фармить оформиться они на всех открытых локациях на плутоне вот и падают они с прототипов амбулас которые там кораблей когда прилетает там десант высаживается там такая вот шняга как как вот эти вот который на босс файте выпрыгивает ее надо взламывать и она дает этих маяков там пять штук но бывает что кстати и 10 штук вот не знаю чем связано вашу с одного амбуласа 5 бывает 10 падает без всяких там усилителей усилитель кстати не позволит нафармить больше так и будет 5 падать вот и это тоже одна из объективных причин на почему никто не фармит обычную тринити потому что как бы зайти на босс файт надо время потратить на самом босс файте надо потратить время ну и как бы в принципе те кто не коллекционирует фреймов не собирает всех все каких и какие есть в игре вот то естественно смысла в этом почти никто в этом никакого смысла не видит фармить вот фармится она тринити с пяти заходов но у меня с пяти заходов может у кого-то будет больше ну конечно если бы это было на 10 раз то это совсем был со стороны разработчиков ну такое знаете такой троллинг толстый поэтому как бы думаю пять раз вполне себе тоже много то есть с учетом нафармленных регуляционных маяков анима то как бы получается что то есть 60 минут уходит на пять заходов сюда но если вы там не будьте по локации задерживаться сразу будете бежать там тысячу метров до босс файта тоже кстати время какое-то в общем вот так вот нехитро это все играется ну четвертая волна конечно она немножко действует на нервы сейчас мы до нее дойдем но видите как долго то есть я уже успел все рассказать в принципе что хотел волн еще много осталось о чем можно еще поговорить даже не знаю в общем смотрю тут всякие видосы там тоже потом каким фреймом лучше играть не играть слушайте любому популярность вуконга говорит о том что играйте вуконгом в принципе он имба да он может в принципе любую миссию любую катку в соло затащить не прибегая каким-то там замороченным сборкам по модам тогда то есть каким-то пилдом нереальным не заморачиваясь там на какие-то там не знаю покупки приобретения все в принципе просто ну кнопочки да надо нажимать согласен тут есть конечно фрейминг с одной кнопкой там нажал пошел чай пить вот игра сама играется но это такое знаете на любителя на самом деле вот а вуконг он мобильный быстрый отхиливает себе здоровье считаете бессмертный даже если вас вы не заметили что хп вас все содрали он не умирает это такие общем скиллы полезные но для того что просто играть в игру получать от нее удовольствие не заморачиваться какие-то непонятные вещи но если они вам тем более не нужны ну а так конечно вот если вы хотите себе тринити в принципе не знаю можно есть два варианта либо потратить на это пару часов в игре напрягаясь и немного нервничаем можно тупо дождаться скидки там семьдесят пять процентов из-за очень недорого купить ее заплате на простую тринити не знаю но тут просто у меня просто личный интерес личность пара как личный интерес спортивный интерес неправильно сказал был после нафармить раз при 1 чертеж и отсюда выдал значит подумал начнем все и видеть чертежи вот поскольку мне все фреймы нужны из игры в общем в коллекции я коллекционер поэтому и простая версия и праймовская версия мне нужны ну и кстати сколько я не считаю себя еще каким-то супер профессионалом который миллион лет играет варфрейм играю совсем чуть-чуть есть у меня подозрение уже такое что некоторые фреймы обычные версии их могут быть лучше праймовских по ощущениям как-то не буду ничего не говоря говорить а то потом скажет мне что я сказал неправду просто по личным ощущениям есть такое что в общем смысл в том что есть смысл выфармливать обычной версии фреймов потому что может быть такое быть что правил версия может быть не лучше обычной версии ну то есть она может быть в каких-то моментах будет сильнее в каких-то моментах проседать и возможно что даже основной скилл какой-то который вас интересует он может быть на обычной версии быть лучше чем на праймовской но это мои домыслы такие нуба такого знаете это все такая субтектив щена испытание завершено что неплохо ночная волна новая какая-то странная и странно она играется хотя вроде ничего особо не изменилось ну какая-то она скучная стала ну было бы прикольно бы если бы они еще какие-то квесты бы сделали вот эти вот детективные как было со стеклодувом прикольно же было на стеклодуве и босс файт такой пару раз одно место подогрел на капитально пока в принципе механику не понял как там лучше сделать и не прошел собственно этого стеклодува за две минуты вот там как говорится ларчик просто открывался просто немножко было подумать на быка там не скакать так ну вот о чем я и говорил видите когда их две они вот если когда они вместе появляются они могут появиться вместе в одном месте их проще контролировать это вот четвертой волны когда они раздельно то тут как бы надо мобильную перемещаться туда-обратно и они постоянно пока ты и опять продамаживаешь успевают поднять вторую я кстати не проверял что будет если одно из них собой не засыпить все разы получилось забрать их всех поэтому я не знаю что это значит но подозревая что то что дают окончание босс файта еще 10 навигационных маяков возможно с этим связано возможно достаточно и одно зацепить но не знаю короче я все пять раз я забирал все две штуки и проверять не стал что будет по отдельности вот видите и куб смерти у меня отъехал вот и постоянно вот тут именно на четвертой волне такой немножко немножко небольшой напряг происходит вот ну собственно и все это весь босс файт все забирает корабль смысл был в том что не то что в ней не чтобы их типа как-то сохранить а наоборот их по квесту в общем мы их заражаем каким-то вирусом корабль летит вот этот флагманский корабль и флагманскому кораблю наступает безоговорочный на букву п вот я подсветил кстати корабль и вот флагман взрывается а корабль дальше летит в общем трудно мне понять так должно быть или это халтура разработчиков не знаю я почему-то думал что это все вместе должно было взорваться и этот корабль и тот вот такое общем видео ну вот если вам по каким-то причинам оно было полезным или понравилось или вас какие то есть вопросы там пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал тоже возможно я еще какие видео сниму не так часто я это делаю снимаю видео может быть была бы мотивация сделать это чаще если вы что-нибудь писали и подписывались вот ну на этом все не болейте друзья и всем пока